Поезд «Сила в правде» добрался до Барнаула. Каждый из девяти вагонов – Музей военной истории нашей страны. Событие пришлось на историческую дату. 16 апреля началась Берлинская наступательная операция – начало Великой Победы. Для нашей семьи это замечательный праздник 9 мая, потому что отец у нас фронтовик, и 9 мая мы всегда встречали всей семьей, и поэтому для нас это, конечно, священный день. Внучка старшая стояла в карауле на посту номер один, сейчас младшая внучка в юнормейском отряде будет сегодня здесь присутствовать. Поэтому для нас это не просто любопытство ради, а это, говорят же по зову сердца, именно так. Будет охвачено акцией «75 городов в 67 субъектах Российской Федерации». Уважаемые товарищи, в составе эшелона находятся 9 тематических вагонов и большое количество трофейного вооружения и военной техники производства стран НАТО. Едем для того, чтобы развенчивать те мифы, о которых говорит западная пресса, что их техника непобедима, которую они поставляют украинским вооруженным силам. В этом вагоне по соседству с артиллерией Великой Отечественной войны представлена и современная техника. Отдельная полка отведена под разные виды дронов. Так выглядит солдат, который управляет дронами «Камиказа». Операторы в пиви дронов. Да вот эти они все, да, дроны? Дроны, да, дроны. А разведывательные с камерой здесь где-то представлены? Вот разведывательные с камерой. Вот, пожалуйста, дрон с камеры, может, летит и ведет разведку. Визит эшелона в город – повод для вступления в ряды движения юнормейцев. Еще один отряд получил значки и удостоверения в торжественной обстановке. Огромный интерес. Вы посмотрите, сколько сегодня участников нашего торжественного, вообще говоря, и праздничного события такой пояс встречать. Это дань защитникам Отечества всех поколений. Трофей противника – главные экспонаты для агитационно-пропагандистской работы. Один из таких – американская боевая машина для перевозки пехоты – Брэдли. Данная машина была захвачена на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. Данная БМП была подбита гранатометчиком группы центров, прямым попаданием в левую гусеницу, после чего экипаж покинул машину. Благодаря нашим военнослужащим ремонту эвакуационной роты ночью под огнем противника, с помощью двух боевых машин, данная БМП была эвакуирована из серой зоны. Общий маршрут эвакуировали более 5 километров, минуя минные поля. Поезд остановится в 75 городах России. Завершить маршрут, который в итоге составит около 36 тысяч километров, он должен 8 мая и вернуться в Москву. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.